Под пункт временного размещения беженцев с Украины Рогнединский социальный приют переквалифицировался две недели назад. Сейчас здесь живут женщины и дети, все недавние жители Донецка и Луганска. 4 июля на базе нашего приюта расположен пункт временного размещения лиц, прибывших с Украины. На данный момент в учреждении находится 21 человек, из них 10 взрослых, 11 детей. Все прибывшие обеспечены всем необходимым. Организовано четырехразовое питание. Также мы тесно взаимодействуем со всеми службами района. Обстановку в Рогнединском социальном приюте губернатор Брянщины Николай Денин изучил лично. Каждой семье выделена отдельная комната. Нареканий к питанию, бытовым условиям или отношению со стороны персонала нет. С беженцами ежедневно работает психолог. Организована культурная программа. Малышей вводят на развивающие занятия и в кукольный театр. Взрослым ищут работу. Мы ждем, каждый день надеемся, что пойдет в наступление наше ополчение. Будет у нас мир. Конечно, тяжело восстанавливать будет все это разрушенное. Ведь они делают что сейчас? Они не воюют с ополченцами. Они делают нам больше зла сделать нам. То есть больше разрушить здания, коммуникации всех. Естественно, в результате этого страдают мирные жители все. И они вынуждены просто покидать свои места, потому что жить становится невозможно сейчас там. Вот у нас в Луганске прекратились все выплаты. Вот потому что не работает ни одно учреждение официальное. Поэтому очень тяжело будет, конечно. Я не знаю, в течение которого времени все это восстановится. Но мы все надеемся, конечно, вернуться домой. Глава региона поздравил с днем рождения маленького украинца, пообщался с переселенцами и пообещал женщинам всяческую поддержку. Тем более, что многих из прибывших с рогнеденцами связывают чуть ли не кровные узы. В местных семьях проживают 15 беженцев, среди которых 3 пенсионера и 4 ребенка. Уже более 50 семей изъявили желание приехать, остаться и работать у нас. Мы там ведем работу и с нашими руководителями предприятий, организаций. У кого есть какие вакансии, кого бы они хотели. И на месте, чтобы тот, кто приезжает, уже работали. Чтобы человек сюда приезжал с желанием поиска работы и места жительства. Ну и тот, кто нуждается временно здесь побыть и переждать какое-то время, мы тоже будем создавать условия. Светлана Дробкова, Максим Кузнецов. События Рогнедина.